И вот мы тут давали свои рекомендации, но мы такие не профессионалы, а вот человек, который точно знает, куда нужно поехать у нас в гостях, находится Ольга Борисова, директор туристической компании, специалист по нашим сибирским краям. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Так, ну что, давайте поговорим о том, куда можете порекомендовать съездить, может быть, самые такие популярные, массовые, интересные направления по краю и ближайшим окрестностям. Ну да, хороший вопрос, кстати, легкий, как провести лето в наших краях? Это всех сейчас волнует. Ну да, ну летом вообще везде хорошо, особенно июль, который сезоном везде является. В нашем крае можно лето провести на озерах, ну такой стандартный, на озерах Хакасских, на озерах Алтайского края очень хорошие есть места для отдыха. Ну и тех, кого интересует активный отдых, мне кажется, вот выбирай просто все, что хочешь. Ну вот какие варианты, если мы говорим про активный отдых? Про активный отдых. Ну Алтай, о котором уже речь шла, да, в передаче сегодня видела. И Северный Байкал, рекомендую тоже обратить внимание, очень много интересных мест, и Северный Байкал, он теплый Байкал. То есть там прям купаться комфортно? Да, прям купаться нужно. Что там делать, то есть вот именно Северный Байкал? На Северном Байкале можно отдыхать, вот прям наедине, ну увидеть тот самый Байкал, настоящий, дикий, красивый, который вот уже в южной части, наверное, сложнее встретить. То есть это не то место, куда вот в основном едет такой поток туристов, да, это вот поспокойнее, потише и как-то более-менее. Спокойнее, тише, более дикий, дороже, естественно, ну интереснее. Ну а чем вот заниматься на Северном Байкале? Ну вот, например, я вот не была на Байкале, очень хочу, но все, кто туда едет, кто-то едет там, не знаю, к шаманам, кто-то едет еще куда-то, кто-то на Ольхон едет. А вот Северный Байкал, чем он такой самопытный? Да, классно отметили, что на Байкале можно найти, ну все по душе. Ну, в частности, Северный Байкал, да, славится своими горячими источниками и красивыми видами, дикими. То есть вот байдарочный, например, поход или какой-то переезд, ну такой поход, поездка на катере от заповедного места к заповедному месту, очень интересно. Плюс можно наблюдать за животными, байкальскую нерпу все знают. Ну да, легендарная, конечно. А вообще вот варианты какого-то отдыха в ближайших регионах, в Красноярском крае, они с годами увеличиваются? Больше мест становится? Больше, может, бас-отдыха, больше предложений, каких-то вариантов? Ну, более, больше доступных мест, да, становится, потому что мест прекрасных много у нас, да, в том числе и Плата Прутерана, про которые знают, оно становится более популярным, доступным. Вот мне кажется, чем отличается у нас отдых от иностранного, да, в России? То, что для иностранного уже есть такой, как скажем, чек-лист, все знают, куда пойти, что посмотреть, где жить, что есть, а по Россию сейчас только еще это формируется, ну, информация. А если говорить про вот инфраструктуру, то есть вот все эти базы, как добираться, вот в этом году, там, за эти годы что-то поменялось, меняется ли вот там в лучшую сторону, доступнее опять же, там, лучше добраться, комфорт, больше стал на этих самых базах? Меняется, меняется, появляется больше баз, появляются обустроенные площадки туристского интереса, как говорят, ну, интересного много становится. Даже вокруг Красноярска сколько мест появилось новых? А сколько? Веревочный парк, например, знаете, да, скоро открывается аквапарк в Бархатово, то есть много всего интересного. Если говорить про наш край, то вот что еще можно посоветовать, куда съездить и какой вид отдыха? Ширыповские озера, это вот прям наше самое любимое место. Ширыповские озера, озеро Большое, Оленево, много прекрасных там мест. И Приморск, Даурская. Ну, это вообще прямо близко, да, с нами? Да, близко. Кроме всего прочего, есть же еще различные водопады у нас, о которых почему-то, ну, вот как-то они и популярны, и так далее, ну, и в Хакасии, и так далее, и горы. И это тоже можно как-то вот прийти к вам и сказать, вот хочу там горный отдых, или хочу там, не знаю, в палаточный лагерь, что-то вот разнообразные варианты какие-то. Ну, чаще те, кто выбирают горный и палаточный, они и так уже знают, куда поехать. Но тем, кто бы хотел это посмотреть, да, но не знает, как, да, тем мы можем все организовать и показать водопады. Ну, знаете, да, самый ближайший водопад у нас находится буквально в пяти часах езды от Красноярска, и сейчас он большой, полноводный, красивый. То есть сейчас Чинжепский водопад в Курагинском районе. До него на сколько сложно добраться? Ну, нужно доехать до Кошурникова, ну, по обычной автомобильной дороге, и 30 километров бездорожья на УАЗике, например. Это уже пешком? А, на УАЗике. На УАЗике. Либо если у вас как-то машина высокая, позволяет, можно попробовать, или не стоит? Нет, высокая машина позволит доехать. Ну, все, вы тогда спокойны. И еще интересно, вот, все-таки, по ценам, например, в Красноярском крае сильно ли дорого с комфортом отдохнуть? Ну, достаточно дорого. Достаточно. То есть, если, например, к вам приходят, там, не знаю, туристы, говорят, вот хочу, думаю, поехать за границу, или все-таки посмотреть край, вот, ну, по ценам сориентируйте меня, что будет гораздо дороже, за границу съездить или вот здесь все-таки посмотреть? Или примерно одинаково? Если отдохнуть, то надо с тем же комфортом, что за границей, то, наверное, цены сопоставимы. Бюджет какой, вот, там, от до, то есть, ну, Таня, я понимаю, что у всех, там, свои, там, запросы и свои пределы, но, тем не менее, средний сколько? Ну, средний, я очень средний, да, потому что запросы разные. Ну, я думаю, что недельный отдых около 40 тысяч без дороги обычно до... На человека? Да, на человека. Интересно. А вот еще буквально секунду, мы все-таки сегодня выбираем, где отдыхать, в край или поехать за границу. Сейчас какие страны, вот, хотя бы пять штук, которые открыты все-таки для людей? Ну, условно, открыты Кипр, добираются... На перекладных, в общем. Ну, и в Европе какие-то страны открыты, честно, даже, вот, не подскажу. Ну, потому что сегодня очень сложно планировать именно зарубежный отдых, гораздо легче как раз вот с нашим краем или ближайшими окрестными разобраться. Спасибо большое. Ольга Борисова, директор туристической компании, была у нас в гостях. Друзья мои, путешествуйте, отдыхайте, если... Главное, чтобы была такая возможность. Продолжение следует...